Что могут сделать люди, чтобы повысить свой иммунитет, пока существует эта проблема? Есть несколько вещей. Во-первых, стараться быть здоровым, насколько это возможно. То есть оставаться в хорошей форме, делать все для этого возможное. Все и так это знают, но я еще раз повторю. Во-вторых, если вы принимаете какие-то препараты, например, лекарства от давления, не пропускайте их прием. Это очень важно. Также важно вовремя ложиться спать и придерживаться здоровой диеты. Это то, что мы можем делать уже сейчас, чтобы как-то подготовиться. А что вы можете сказать по поводу всех этих плясок вокруг санитайзеров и масок? Да. Антисептики для обработки рук отлично подходят для того, чтобы остановить множество инфекционных заболеваний. Они действительно работают. Они безвредны для кожи рук, они убивают бактерии. Но сейчас люди страшно переживают по поводу того, что они дотрагиваются руками до кожи лица. На самом деле мало данных, что таким образом этот вирус смог проникнуть в организм. Я не призываю бросить использование санитайзеров, но большого эффекта на этот вирус они все-таки не оказывают. Видели видео, где женщина вначале призывает людей не дотрагиваться до лица грязными руками, а затем облизывает свой палец? Да, я это видел. Почему она говорила людям не дотрагиваться до лица? Дело в том, что вокруг глаз существуют рецепторы вот здесь. Через них вирус может проникнуть в тело человека. Но данные, которыми мы обладаем, противоречивы. Поэтому не стоит этому слепо верить. Я считаю, что главное – постоянно мыть руки. Но людям нужно что-то делать, чтобы они понимали, что они выполняют меры предосторожности. Поэтому мы призываем их мыть руки. Но при этом я чувствую, что мы поступаем не совсем честно. Ведь главный способ проникновения вируса в организм воздушно-капельный. Но вы же не можете перестать дышать. Так что продолжайте мыть руки, но не думайте, что это остановит заболевание. А я хотел еще спросить… Да, вы задали вопрос про медицинские маски. На самом деле они называются хирургическими. Потому что они легко обхватывают лицо и крепятся к ушам. Их носят хирурги во время операций, чтобы не кашлянуть и не занести инфекцию в рану пациента. И эта маска никогда не предназначалась для того, чтобы предохранить человека от попадания инфекции респираторным путем. Если я буду дышать прямо через ткань, инфекция в меня не попадет, но воздух-то проходит по обеим сторонам лица в этой маске. Так что они совсем не эффективны. Люди их носят, думая, что как-то предохраняются, но на самом деле этого не происходит. Но если вы заболели, они могут немного помочь не распространять заразу дальше. Потому что если вы кашляете, вы кашляете прямо в ткань, которая закрывает ваше лицо. Другой предмет в девяносто пятом назвали респиратором. Он плотно прилегает к лицу, закрывает нос, половину лица. Да, такая апокалиптическая маска. Может быть, я, честно говоря, не в курсе названия. Я просто озвучиваю свои ассоциации. Мы постоянно используем их в системе здравоохранения. Их также используют на различных производствах, когда работают с асбестом и так далее, чтобы не вдыхать вредные вещества. И они эффективны? Они очень эффективны. Но проблема в том, что их не хватает. Сейчас респираторы поступают в основном в больницы, где они нужнее всего. У нас нет запаса этих вещей в этой стране. В больницах для этого недостаточно финансирования. А все те, кто постоянно готовился к судному дню, сейчас кричат «Мы знали, знали, что этот день настанет». Да, это понятно. По работе медицинских представителей будет понятно, насколько наша страна готова к чему-то подобному. В Китае примерно четыре тысячи медицинских работников заразились, и некоторые из них умерли. И если в этой стране нам по-настоящему сложно заботиться о пациентах из-за того, что больницы переполнены и врачи могут легко заразиться, как это случилось с врачами в Милане, у нас нет для них защиты. Я очень надеюсь, что это как-то повлияет на общество, и люди задумаются. Мы говорим о кардинальной смене стиля жизни в течение следующих трех, шести месяцев или даже дольше. Мы должны осознать, что во всем мире сейчас царит пандемия. Это беспрецедентный случай. Раньше мы с таким не сталкивались. И нам придется жить по-другому. Но мы сумеем это пережить. Все вернется в свою колею. Но следующие полгода мы должны сделать все, чтобы предотвратить и замедлить распространение этого вируса. И да, это означает социальную изоляцию. Это подразумевает скрупулезное соблюдение норм гигиены. Необходимо избегать мест скопления людей, особенно внутри помещений. Когда мы идем на работу, нам нужно держать дистанцию. Поэтому не должно быть толп людей в общественном транспорте. Мы должны как можно больше работать из дома. И как можно меньше посещать общественные места. Мы должны перестать пожимать друг другу руки и обниматься и целоваться с друзьями. Мы должны не забывать держать дистанцию друг от друга, потому что этот вирус живет только в клетках человеческого организма. Он переходит из респираторной системы одного человека в ту же систему другого. Мы должны прервать эту цепь переноса и как можно быстрее. Тогда мы сможем замедлить вспышку заболеваемости. Загнать пик заболеваемости на летний период, по возможности позднее лето. Когда люди меньше болеют гриппом и заболеваниями, связанными с зимним периодом. Мы должны пик превратить в плата, чтобы как можно меньше людей заболели. Мы должны постараться это сделать. В этом сейчас наша цель. Мойте руки. Мойте руки часто. Я знаю, что вы и так это прекрасно знаете. Часто мойте руки. Но мойте руки еще чаще. Придумайте способы заставить себя мыть руки как можно чаще. Мойте руки всякий раз, когда вы входите или выходите из здания. Мойте руки, отправляясь на встречи и возвращаясь со встречи или собрания. Придумайте ритуалы, которые имеют отношение к мытью рук. Дезинфицируйте свои телефоны. Вы постоянно прикасаетесь к своему телефону грязными немытыми руками. Я знаю, что вы его берете с собой даже в ватер-клозет. Так что дезинфицируйте свой телефон и поменьше используйте его в общественных местах. Вы можете тиктоком и инстаграмом пользоваться только дома. Не дотрагивайтесь до своего лица. Не трите глаза, не кусайте ногти. Не вытеряйте нос тыльной стороной руки. И вообще не делайте этого, потому что это мерзко. Не носите медицинские маски. Эти маски предназначены для больных людей и медицинских работников. Если вы больны, маска сдерживает ваш кашель, чихание и сопли, не давая инфекции заразить окружающих. А если вы медицинский работник, маска является одним из средств, которыми вы обязаны пользоваться, чтобы вы могли оказать пациенту помощь и не заразиться самому. Если вы не медицинский работник и вы постоянно носите маску, у вас от нее сильно потеет лицо. Так что оставьте маски врачам. Медицинским работникам, медсестрам и больным людям. Если вы думаете, что нашли у себя симптомы коронавируса, оставайтесь дома. Позвоните врачу за советом. Если у вас обнаружили этот вирус, помните, он обычно протекает не слишком тяжело. И если вы курильщик, сейчас самое лучшее время бросить курить раз и навсегда. Вообще-то любое время является лучшим временем перестать курить, но если вы курильщик и боитесь заразиться коронавирусом, то я гарантирую вам, бросить курить – это лучшее, что вы можете сделать для себя, чтобы обезопасить себя от худшего сценария заражения. Буквально каждый день я получаю множество имейлов и множество вопросов относительно того, как укрепить иммунную систему. Люди хотят знать, как можно укрепить иммунную систему, чтобы снизить шансы заболеть коронавирусом или переболеть с наименьшими осложнениями. Дело в том, что я не знаю особых способов укрепления иммунной системы. Но я знаю множество способов, как ее подорвать. Иммунная система человека – это нечто потрясающее. Она может распознать около 9 миллионов чужеродных антител. Тело может распознать огромное число чужеродных вирусов и бактерий. Это просто удивительно. Я не знаю особых способов подстегнуть иммунную систему. Но я знаю, как заставить ее работать менее оптимально. Как уменьшить ее эффективность. Но вы должны помнить, что коронавирус – вирус новый. До этого мы с ним еще не сталкивались. Иммунная система не может его распознать. Она должна начать производить антитела. Она должна начать весь иммунологический процесс с нуля. Так как же мне сделать так, чтобы иммунная система работала эффективно? Вот в чем вопрос. Вы не можете подстегнуть свой иммунитет. Вы можете только снизить его эффективность. Так как же сохранить иммунитет на должном уровне? Во-первых, вы должны хорошо высыпаться. Недостаток сна снизит иммунитет. Хороший сон очень важен. Второй пункт – хорошее питание. Люди сейчас говорят, что нужно есть много того или иного продукта. Якобы это оказывает защитный эффект. Но данные это не слишком уж подтверждают. Если это вообще правда. Я просто советую хорошо питаться. Нужно есть растительную пищу, богатую флавоноидами. Они находятся в цветных частях овощей. Нужно есть много свежих продуктов. Много фруктов и овощей. Белка, напротив, нужно не так уж много. На белок нажимать особо не стоит. И все же белка должно быть достаточно. В северном полушарии нам часто не хватает витамина Д. Так что я принимаю этот витамин в добавках. Это единственная добавка, которую я принимаю сейчас. Только витамин Д. Это единственный витамин, которого мне скорее всего не хватает. Так что если я буду поглощать какие-то продукты тоннами, я не простимулирую свою иммунную систему. Но если я буду питаться недостаточно, я снижу эффективность своей иммунной системы. Зимой в Англии маловато солнечного света. Я принимаю витамин Д, потому что моя кожа его не вырабатывает. Недостаток витамина Д связан с малой эффективностью иммунной системы. Вы должны питаться правильно, но нет данных, что избыток витамина С или избыток чеснока вам поможет побороть коронавирус. При этом ешьте все эти продукты, ведь они полезны так или иначе. Пожалуйста, ешьте все эти продукты, они полезны. Но не думайте, что они как-то могут особым образом стимулировать вашу иммунную систему. Иммунитет должен работать на своем обычном оптимальном уровне. Теперь психологический стресс может негативно сказаться на иммунной системе. Постарайтесь как-то уменьшить влияние стресса. Я понимаю, это дурацкий совет, потому что я сам не понимаю, как ему следовать. Но все же, постарайтесь уменьшить влияние стресса. Постарайтесь общаться с друзьями, делиться с ними важными переживаниями. Пожалуйста, занимайтесь спортом дома. Это очень важно. Это позволит вам поддерживать хорошее состояние, следовательно и иммунитет. Постарайтесь побольше дышать свежим воздухом. Я думаю, это очень важно. Насколько он вообще опасен? Мы должны быть в ужасе или ситуация несколько преувеличена? Что вообще происходит? Ну, во-первых, все должны понять, что это только начало. И все эти ужасные неприятности, паника, боль и смерти — это только начало. Это будет продолжаться еще месяцы. Я думаю, что люди этого до конца еще недопонимают. Все придет в свою норму. В Китае же люди начали пользоваться поездами, метро, передвигаться куда-то, пользоваться транспортом, жить нормальной жизнью. Этот вирус очень быстро распространяется по воздуху. Сейчас есть данные, что человек может заболеть даже не подозревая об этом. Иногда человек может прямо-таки быть бомбой, если он не носит средства защиты. Я понимаю людей, которые говорят, что обычный грипп уносит гораздо больше жизней каждый год. Но, к сожалению, это только начало. Думаю, то, что мы имеем сейчас в 10 или 15 раз хуже самого тяжелого ежесезонного гриппа. Вы имеете в виду в отношении смертельных случаев? Да, именно. Я принес некоторые данные. Вероятно, понадобится 48 миллионов госпитализаций, 96 миллионов случаев заболеваний и 480 тысяч смертей от этого вируса. Это может произойти в следующие 3-7 месяцев. Так что к этому никак нельзя отнестись халатно. У нас есть сотрудница из центра исследований в Миннесоте. У нее есть друг, который живет в Милане, и она отправила нам прошлой ночью сообщение. Это сообщение пришло из крупнейшей больницы в Милане. И оно гласило «У меня очень тревожное сообщение от кардиологов. Они не могут определить, кому позволить умереть. Они не показывают результаты персоналу, потому что им нужны все возможные ресурсы онлайн. Они минимизируют распространение информации. Если у пациента диагностирован коронавирус, все борются за его жизнь. Все, что происходит, все это просто ужасно. Все врачи борются за жизнь пациентов с коронавирусом. Даже если у пациентов нет кашля или температуры, врачи над ними работают. Врачи говорят, что не стоит думать, что это только болезнь пожилых. К несчастью, им доводилось видеть ужасные последствия болезни у людей возраста 40 лет. Именно это я собираюсь рассказать здесь, в Сиэтле. Это будет происходить не только здесь, но и по всему миру. К сожалению, мы не можем получать достоверную информацию от людей. Они все крайне дезинформированы. И это не изменится через некоторое время. Такое не приходит через пару ночей. Я пытаюсь объяснить людям, что мы находимся внутри эпидемии коронавируса, и нам придется с этим как-то выживать еще месяца три. А то и шесть. И больше. Ничего не попишешь. Приходится с этим смириться. А что делать обычным людям? В одних газетах пишут «Расслабьтесь, ребята», в других — это конец человечеству. Что делать нормальным людям? Что им делать, если они заразились? Ну, во-первых, эти статьи ложны. Мы должны как-то поговорить с населением, чтобы избавить людей от иллюзий и неправильного толкования. Сейчас так много экспертов, которые прогнозируют, что произойдет, а что нет. Я дам вам один пример. Как себя ведет коронавирус в соответствии с сезонами. Все говорят, что как только станет тепло, он исчезнет. Что ж, в 2003 году произошла вспышка атипичной пневмонии в Китае. Во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году около 9% пациентов с подтвержденным диагнозом умерли. Главное, чего мы добились тогда, это быстро распознали случаи этой пневмонии и быстро изолировали всех тех, кто мог заразить окружающих. Нам понадобилось время до июня, чтобы начать контролировать ситуацию. Коронавирус Мерс, который является естественной средой обитания верблюдов. Вы же понимаете, что в сложившихся обстоятельствах мы не можем подвергнуть эвтаназии 1700 верблюдов. Верно? И он передается от животных к людям. Вне зависимости от погоды или климата. Это не поддается контролю. Видимо, хороший миф, который стоит рассеять раз и навсегда, это не зависит от времени года, верно? По крайней мере, это не в нашей власти. Но что случилось с атипичной пневмонией? Почему она перестала убивать людей? Мы стали вовремя общаться с населением, оповещать людей, что они могут заболеть. Если вы действительно заболели или только наметились симптомы. При атипичной пневмонии человеку нужно было шесть дней для того, чтобы понять, заболел он или нет. Только после шести дней человеку можно было понять, должен ли он изолироваться от общества. Так удалось изолировать атипичную пневмонию. Вирус Мерс продолжает действовать от верблюдов. Но мы постоянно завозим людей в больницы в случае подозрения на вирус. И они постоянно проходят обследование. Но если уж кто-то попадает в больницу, за ним идет постоянный уход. Если что-то может случиться, мы сможем предотвратить это как грипп. Все дело в вакцине. Мы должны найти должную вакцину. Иначе ничего не сработает. Так как же лучше всего предохраняться? Что ж, думаю, он в десять раз хуже того, что возникает в худший год вирусной пандемии. Я считаю, что наши внуки легко выдержат этот натиск. Мы сейчас точно не знаем, что можно спрогнозировать пациентам с высоким давлением или избыточным весом. Но мы должны думать о себе. Сохранять ответственность и заботиться о себе. Без этого ничего не будет. Мы должны относиться к самозащите максимально ответственно. Если мы не можем заразить никого в этой комнате, значит эти люди не могут заразить никого и своего окружения. Так вы уменьшаете риск заражения других людей. Это может быть больно, но такова цель незаражения других. Ребята, я только что сел в эту теплую ванну после велосипедного заезда. Я еще немного позанимаюсь фитнесом и намерен остаться дома. Я не собираюсь контактировать с толпой или с людьми из внешнего мира. Почему я вам это говорю? До сих пор я вижу красивые фотки людей из кафе по всему миру. Они публикуют их в Инстаграме. Друзья, это неправильно. Вы же можете заразить себя и своих близких. Ребята, не поддавайтесь соблазнам. Не общайтесь с толпой друзей. Так легко можно подхватить вирус. Оставайтесь дома. Не ходите на пляж. Убедите своих детей воздержаться от любимого времяпрепровождения. Задумайтесь об этом. Друзья, итак, приступим к мытью рук. Вода не должна быть ни холодной, ни горячей. Мне нужна вода средней температуры. Вначале вы должны как следует намочить свои ладони. Свои руки. Потом вы можете закрыть кран. Если хотите, можете сделать это своим локтем. Потом вы должны воспользоваться жидким мылом. Если вы хотите, можете использовать и твердое мыло, это не имеет значения. Никакого, честно говоря. Вначале в любом случае вы должны потереть ладонь о ладонь. Очистите вначале свои ладони. Вот так. Как я показываю. Затем мы должны промыть передние части рук. Мы должны промыть руки вот таким вот образом. И если вы носите обручальное кольцо, слегка ослабьте его и промойте под ним. Кольца мы бы не могли носить в условиях каменного века. Но обручальные кольца вполне рулят. Как следует промыльте обе стороны рук. Не преднебрегайте этим. А теперь мы хорошо протираем пальцы. Взад-вперед. Некоторое время. А теперь мы берем пальцы в кольцо с одной и с другой стороны. И как следует намыливаем их. С одной и с другой стороны. Вот таким образом. И очень многие люди забывают о своих больших пальцах. Их нужно очищать, водя то туда, то сюда. Другой рукой. И так мы должны хорошо намылить обе стороны кистей. Теперь мы должны хорошо очистить пальцы рук от возможных вирусов. Возьмите себя в захват. Это весело. Вы как будто занимались противником армрестлингом. Как следует намыльте свои руки и свои пальцы. Люди очень часто забывают о своих больших пальцах. Нужно их как следует потереть. Справа налево и слева направо. Нужно, чтобы пальцы двигались в струе воды. А затем мы начинаем тереть наши ладони. Нашими пальцами мы трем наши ладони. Сначала одной рукой, потом другой. Потом мы трем наше запястье. Потом наши ладони снова. Мы промыли ладони по два раза. Теперь мы локтем открываем кран. И мы можем быть спокойны, обе руки промыты основательно. Ребята, это занимает не больше 20 секунд. После этого мы вытираем руки бумажным полотенцем. Вот таким вот. Я хочу хорошо насухо вытереть руки. Хочу вытереть ногти, вытереть обручальное кольцо. Вот сейчас мои руки гиперчистые. Если мне сейчас понадобится пойти в общественный туалет, у меня будет серьезная проблема. Если мне понадобится выключить кран, я смогу сделать это не загрязняя рук. Окей, а если вам понадобится выйти через дверь, видите, она закрыта. Так что я собираюсь открыть дверь салфеткой. Вы видите смятую салфетку. А затем выбросите ее в мусорку. После этого мои руки остаются чистыми. Если вам интересно, как справиться со всей этой ситуацией в мире с коронавирусом, кликайте по видео рядом со мной. Я верю в вас. Надеюсь, что и вы продолжаете верить в себя. Это, пожалуй, самое лучшее, что вы можете сделать сейчас.